Я вас приветствую! В этом видео пойдет речь о наполнении цилиндра, точнее увеличении объема цилиндра, когда движется поршень из верхней мертвой точки в нижнюю мертвую точку, относительно поворота коленчатого вала. Вроде бы очевидные вещи, но не такие уж они очевидные для большинства, как показывает практика. Большинство, то есть считается вот всеми, что если нарисовать допустим вращение, вот у нас диаграмма, вращение в любую сторону, вот это у нас будет верхняя мертвая точка, это нижняя. То считается, что увеличение объема цилиндра, ну давайте сразу нарисуем здесь а-ля поршень схематически так, и цилиндр. Нарисуем его допустим в верхней мертвой точке, ну вот он у нас шатун, вот он идет, вот он здесь коленчатый вал, кривошип, ну и соответственно ось вращения коленчатого вала, вот тоже по вращению, это верхняя мертвая точка. Считается, что для большинства, то есть ну как бы чего здесь непонятного, при перемещении из верхней мертвой точки в нижнюю мертвую точку, поршень соответственно опускается вниз, и цилиндр скажем 500 кубов рабочего объема. Ну и соответственно по степени проворота коленчатого вала, как он проворачивается, объем пропорционально увеличивается, то есть в верхней мертвой точке можно сказать объем цилиндра рабочий равен нулю, потому что я не считаю камеру сгорания, то есть она не участвует в рабочем объеме, в объеме, который прокачивает газ рабочий. То есть равен нулю, потом с проворотом коленчатого вала, то есть он поршень опускается, там 1, 2, 3, 10, 15, 20, 100 кубических сантиметров появляется, и так до нижней мертвой точки пока не опустится он в самый низ, чтобы полный объем цилиндра освободился. Так вот, из того, что я рассказал, в общепринятом таком обывательском мнении считается пропорциональным, ну то есть там сколько коленчатый вал провернулся, столько там поршень опустился, такой-то объем и освободился. Тем не менее, у многих вызывают вопросы по фазам газораспределения. Почему фазы газораспределения имеют такой момент, что, например, в районе верхней мертвой точки перекрытие клапанов, скажем там, 15 градусов после и 15 градусов до, например. Ну то есть открытие впускного клапана происходит за 15 градусов до верхней мертвой точки, закрытие выпускного за 15 после, ну то есть малое перекрытие. Но снизу, когда клапан либо открывается, либо закрывается, то же, например, открытие выпуска начинается минимум, даже на самых низкооборотистых двигателях, на 40, но это совсем мало, 45 градусов. То есть это минимально, это самый низкооборотистый двигатель. И закрытие впускного клапана точно так же на самых-самых низкооборотистых, это 40, 45 градусов. То есть это как бы минимум такой. То есть почему снизу задержка идет больше, сверху идет меньше, и как система работает. Если рассмотреть это более схематически, давайте я вам приведу пример. Пример нереальный, но для того, чтобы пояснить вот эту картину, его нужно привести. Смотрите, есть соотношение, есть видео по поводу РС-соотношения, то есть ход коленчатого вала, ну то есть вот кривошибка, так, вращается, вот это вот его ход, так, относительно длины шатуна, ну то есть так называемая РС. Так, у меня есть видео на эту тему, я оставлю ссылки в описании, чтобы не ходить вокруг да около. Я только напомню, что бытует такое мнение, которым занимаются в западных тюнинговых конторах, контор, что чем длиннее шатун, тем якобы лучше для двигателя в целом. Но это мнение ничем фактически не подкреплено, и практика наоборот показывает и моторостроение, и мировую, те же самые Формулы-1 и так далее, что наоборот, чем меньше РС, тем для двигателя больше отдача для всего механизма КПДФ, как и по наполнению, так и по отдаваемой мощности. Что, как и почему, я же говорю, ссылка в описании, я там подробно расписываю и рассказываю этот момент конкретно на примерах, как теоретических, так и на двигателе Формулы-1 из того, что есть. Ну, в общем, там все в описании. Значит, я вам приведу пример. Вот смотрите. Давайте рассмотрим такую схему. Давайте посмотрим вот отсюда, сбоку. Так. Давайте рассмотрим такую схему. Эта схема нереальная, так. Нереальная почему? Вот смотрите, идет ось. Вот она щека коленвала, так. Вот она. Так. Вот она шатунная шейка, щека, без противовесов, без ничего. То есть вот она щека. Вот его опорная поверхность. То есть вот он, коленчатый вал, сидит в каком-то своем, значит, месте. Допустим, это нижняя мертвая точка. То есть, соответственно, мы прорисуем теоретически, что шейка коленчатого вала будет, скажем, где-то вот в этом вот месте, на этом вот уровне, примерно, когда он повернется в верхнюю мертвую точку. Так. Соответственно, противовесы. Длина шатуна всегда больше, чем ход коленчатого вала. Ну, это как бы логично, потому что если сделать шатун, скажем, той же самой длины, ну, то есть вот по ходу коленчатого вала, то, соответственно, поршень будет опускаться, ну, скажем, очень низко. И он будет выходить из цилиндра, потому что далее, когда будет проворачиваться коленчатый вал, он будет противовесами задевать этот же цилиндр. Да, точнее, не противовесами, а своими шейками. Но. То есть, такая схема теоретически, она, ну, возможно такое сделать, но это очень сложно, никому не надо. Но теоретически, предположим, что мы сделаем РС равный единице. Предположим, РС равно единице. Если нарисовать вот эту схему, то есть это неправильная схема, так работает теоретически, можно такое сделать, система будет работать, но механических потерь будет достаточно много. То есть, эффект от короткого РС не будет перекрывать механические потери. Но об этом отдельно, об этом позже. Давайте нарисуем теоретически, то есть вот он цилиндр, вот это ось, где теоретически шатун стоит в нижней мертвой точке. И нарисуем поршень такой сравнительно неправильной конструкции. То есть вот у нас поршень будет стоять в цилиндре, то есть где у нас стоят кольца, соответственно, вот они, и вот оно широкое маслосъемное, как минимум. И чтобы от этого поршня отходили бабышки, которые выходят за пределы цилиндра. То есть, ну, которая будет длиннее юбки, то есть это неправильная конструкция поршня, то есть вот такие вот бабышки будут стоять, да. И здесь поршневой палец, теоретически, вот такую схему. То есть теоретически, я же говорю, можно сделать, но работать это будет крайне не очень хорошо, так? Теоретически это сделать можно. Поршень при этом должен быть достаточно длинный для того, чтобы там не косилось вернее, но это детали. Я объясняю схематически. При такой схеме мы получим следующие параметры. По перемещению поршня. Несмотря на то, что коленчатый вал проворачивается от нуля до 180 градусов, скажем, с постоянной скоростью, ну, предположим, что она постоянная, объем камеры, прокачиваемый именно цилиндр, не только камеры сгорания, а вообще объем рабочего цилиндра, изменяется несколько по-другому. Если мы рассмотрим на тот же самый коленчатый вал, вот мы будем смотреть, давайте я отдельно нарисую, то есть схематически, то есть вот еще один круг, то есть вот она у нас. В верхней мертвой точке, соответственно, объем равен нулю. Далее по мере проворота, вот, например, скорость вращения, вот если вот это вот у нас верхняя мертвая точка, и мы нарисуем, что вот она, некая величина до середины, ну и, соответственно, до нижней мертвая точка, еще вот она, некая величина. Почему от-за середины, сейчас я поясню. То есть идет прокручивание коленчатого вала, то есть когда он прокручивается, скажем, там на 30 градусов, то есть он прокрутился на целых там 30 градусов, это довольно существенно, но при этом по высоте камера сгорания, ну то есть объем цилиндра не сильно увеличился, сравнительно. Плюс надо не забывать, что при вращении, естественно, то есть когда проворачивается коленчатый вал, то есть вот он проворачивается куда-то, шатун тоже изгибается, и это дополнительно опускает поршень вниз и увеличивает рабочий объем цилиндра, так? Но до этого мы сейчас дойдем. То есть провернулся, немного увеличился. Дальше он проворачивается, 45 градусов, допустим. Хорошо, 45. 45 градусов провернулся коленчатый вал, тоже, ну не сильно больше, чем 30, но объем цилиндра уже увеличился, по сравнению с первым разом, увеличился значительно больше. Схематически. Дальше он проворачивается на 90 градусов. Плюс шатун, который тоже наклоняется, соответственно, общая длина еще уменьшается, то есть камера сгорания еще, ну точнее объем цилиндра еще больше увеличился, на 90 градусов. То есть он увеличился, потом он идет ниже, соответственно. Ну, то есть объем еще увеличивается. И вот когда вся система проходит 90 градусов, примерно, это примерная отметка, так почему я здесь и обозначил. Объем цилиндра увеличивается по мере проворота очень быстро, скажем так, градусов примерно с 30 проворота коленчатого вала до градусов где-то, ну, если смотреть после верхней мертвой точки, то есть если это общее, вот это вот все у нас, 180 градусов, то где-то на 120, ну то есть 90, плюс еще градусов 20-30, то есть где-то около 120 градусов от верхней мертвой точки, можно сказать, что объем, ну, увеличился, то есть первый в начале он не очень, то есть объем резко увеличился. Далее, по мере прохода ниже и опускания поршня в нижнюю мертвую точку, та же самая динамика, объем увеличивается не так стремительно, как идет по градусам проворота коленчатого вала. И то же самое касается, когда поршень идет вниз, например, когда впуск заканчивается и должен клапан закрываться. Если клапан закрыть прямо в нижней мертвой точке, да, объем будет у цилиндра максимальный. При этом важно понимать момент такой, что объем цилиндра, вот он, скажем, по поршню, вот это вот некая величина, так, это не полный его, естественно, объем, то есть потому что он еще должен провернуться дальше и так далее, через нижнюю мертвую точку пройти. Но вот эта часть объема прокачиваемого цилиндра по схеме остается на более-менее длительном протяжении времени, потому что по времени, пока коленчатый вал провернется с одной точки на ту же самую точку в другое место, вот это вот все, это занимает некое время, потому что здесь, ну, если прикинуть, допустим, тут 120 градусов, ну, это значит, я вам привожу, сравнительно низкооборотистый двигатель, здесь будет 60 градусов, вот, 60, 60 градусов, да, и потом те же, то есть до нижней мертвой точки, 60 градусов, и потом те же самые 60 градусов до такого же положения, когда он идет к верхней мертвой точке, это получается 60 плюс 60, получается 120 градусов. На протяжении этих 120 градусов объем цилиндра, естественно, увеличивается с какого-то процента до 100%, и потом назад уменьшается. Но самое главное, что львиная доля, это можно посчитать конкретно для каждого двигателя, учитывая ход, длину шатуна, и так далее, то есть объем, остается, скажем так, без изменений его львиная доля, и именно при этом, эта большая часть объема цилиндра остается фактически неизменной по времени проворота коленчатого вала, что позволит более рационально использовать механизм газораспределения для улучшения наполнения, потому что, если, опять давайте вернемся, нарисуем схем, чтобы было более понятно. Допустим, вот это вот у нас будет 0, объем 0 кубов, это у нас будет 500 наших кубиков, и это будет у нас 0 по градусам коленчатого вала, это у нас будет 180 градусов коленчатого вала. По мере проворота коленчатого вала, то есть для всех, теоретически, то есть вот она точка, где цилиндр имеет объем 500 кубов, то есть здесь 0, здесь 500. Для многих, ну, никто об этом почему-то не думает, не задумывается, что вот эта линия абсолютно прямая, ну, то есть линейно, сколько коленчатый вал провернулся, столько, в общем-то, и объема освободилось и так далее. В реальности, на самом деле, объем изменяется таким образом, что можно нарисовать так, что он изменяется вначале не сильно, увеличивается, и потом в какой-то момент он резко увеличивается, ну, может, не так резко, как я тут сейчас рисую, ну, вот, он резко увеличивается, и потом точно так же доходит до своего пика. Изменение объема цилиндра от нуля до полного происходит очень резко и очень быстро относительно 180 градусов поворота коленчатого вала. При этом, соответственно, времени на заполнение, на наполнение цилиндра свежим зарядом становится меньше, потому что сначала объем увеличился немножко, 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 потом сильно увеличился, то есть, и потом он опять тормозится, немножко там, очень вот эти крохи добирает. Пропускная способность головки и клапана, даже если предположить, что клапан будет постоянно открыт, у него есть какая-то пропускная способность клапан-седло. Плюс к этому накладывается тот момент, что пока клапан должен в какой-то момент открыться на это нужно время, для того, чтобы он открылся, и, соответственно, для того, чтобы он закрылся, тоже на это нужно время, то есть, нельзя его мгновенно открыть и закрыть, то есть, увеличить пропускную способность там на 100% от нуля, исходя из тех параметров, которые есть в головке и так далее. Поэтому фазы газораспределения и делают таким образом, что в нижней мертвой точке вот эта вот часть, когда относительно поворота коленчатого вала объем уже цилиндра не сильно изменяется, ну, был он 500, скажем, в этой какой-то, вот в этой вот точке, там, где 60, скажем, градусов, будет он не 500 кубиков, будет он там где-то 420, то есть, ну, он достаточно большой, но не полный, естественно. в этот момент открывается выпускной клапан для того, чтобы улучшить и ускорить отвод выпускных газов, потому что в дальнейшем, если рассмотреть, давайте, еще раз, еще нарисую такой момент, то есть, вот он коленчатый вал, ну, и скажем, вот она, вот он, кривошип, ну, предположим, что это там будет наше 60 градусов, да, и вот он, шатун стоит с поршнем, то есть, на него давят рабочие газы на поршень, вся система вращается, в этот момент, да, здесь еще остается приличный какой-то кусок хода, то есть, который теоретически можно превратить в полезную работу, в полезное действие, но из-за того, что плечо по передаче энергии здесь уже фактически никакое, то есть, усилие, которое идет через шатун и плечо, которое прилагается к провороту коленчатого фактически здесь уже мизерное никакое, более рационально в этот момент открыть выпускной клапан и облегчить выпуск, чтобы выпускные газы до нижней мертвой точки выходили под собственным давлением, чтобы дальше уже выпуск продолжался более облегченно, потому что выпускной клапан, соответственно, он имеет небольшое опять же диаметр и большой объем горячих газов он не может пропустить мгновенно. То же самое касается и впуска. Когда поршень проходит через нижнюю мертвую точку, впускной клапан закрывается на тех же там, как я уже говорил, 40-45, но так где-то в среднем хотя бы градусов 60, для того, чтобы обеспечить более качественное наполнение цилиндра, потому что уже даже на средних оборотах происходит явление разрыва потока, когда объем быстро увеличивается цилиндра, а клапан пропускная способность остается неизменной, и поток рвется, то есть крайнее давление очень сильно падает, и поток начинает рваться. Для того, чтобы это все заполнить, и в этот момент, хоть объем цилиндра и большой, давление в цилиндре и возле впускного клапана значительно отличается, то есть в районе впускного клапана давление значительно выше, чем цилиндр, и газ продолжает туда заходить, даже если не учитывать характеристику по резонансной волны, которая позволяет улучшить дополнительно наполнение цилиндра, об этом я рассказываю в соответствующем видео, ссылка будет в описании. Исходя из этого, на форсированных высокооборотистых двигателях делают фазы газораспределения более широкими, более широкими фазами, это выражается в том, что открытие выпускного клапана и закрытие впускного осуществляется чуть ли не на 90 градусах, то есть, это уже довольно серьезные, скажем, широкие фазы, на 90 градусах именно по низу, потому что обороты двигателя достаточно высокие, и для наполнения цилиндра отводится еще меньше времени, поэтому делаются очень широкие фазы газораспределения для того, чтобы этот момент как-то компенсировать, то есть, выпуск открывается значительно раньше, потому что считается, что уже в принципе после 90 градусов особо полезной работы, скажем, полезной работы будет меньше, чем профита от того, что выпускные газы будут отводиться из цилиндра и освободят место для свежего заряда, и то же самое касается впускного клапана, который закрывается на 90 градусах, то есть, почти на, фактически на половине объема цилиндра, но тем не менее, это позволяет улучшить наполнение именно на высоких оборотах, потому что даже при закрытии в 90 градусов все равно наполнение цилиндра лучше, чем закрытие там, допустим, на 45 или что-нибудь в этом роде, на это я сейчас говорю за форсированные, высокооборотистые, именно спортивные двигатели, не за гражданский вариант, гражданский вариант, ну, скажем, попроще, то есть, человеку в гражданском варианте не нужен какой-то высокооборотистый двигатель, который имеет отдачу там на 8 тысячах и выше, по городу так люди не передвигаются, поэтому фазы по нижней мертвой точке значительно отличаются, хочу напоследок заметить еще один момент, в видео про РС я приводил в пример гоночный спортивный двигатель формулы 1, и формуловский 1, именно тот двигатель, который, в общем, есть данные в сети, он как раз спроектирован примерно вот по такой же схеме, относительно конструкции шатурна, единственное разница в том, что подобную схему, ну то есть то, что я нарисовал схематически, выглядит достаточно нелепо и не очень, скажем так, жизнеспособно, но подобную схему можно реализовать на короткоходовом двигателе, если ход поршня будет, скажем, миллиметров там 40, а диаметр его будет около 100 миллиметров, то есть тогда, теоретически, вот нечто подобное можно реализовать, что, собственно, и реализовываю, ну не прямо вот так, один в один на формуле, потому что, я же говорю, тут механические потери превысят профит от всей конструкции, но на формуле 1 нечто подобное, то есть максимально, вот как можно, они сделали, то есть выжили максимум. Далее хочу добавить ко всему вышесказанному следующий момент, что я постоянно показываю в видео и рассказываю о том, что разные ступеньки и приливы на впускных каналах, они очень сильно ухудшают наполнение на средних уже даже оборотах, что сказывается в повышенном там расходе топлива либо не очень эластичном передвижении, ну скажем, не очень эластичной характеристики по крутящему моменту у двигателя. Все ездит, все работает, но тем не менее. Есть большое, очень сильное заблуждение людей, которые считают, что если на двигателе установлен надув, там турбина, либо газовый, либо механический компрессор, то это, в принципе, все полностью убирает, все выравнивает и, в общем-то, нет никаких проблем. Отнюдь хочу заметить, что это большое заблуждение, потому что вот из того, что я привел, так работает абсолютно любой двигатель. И неважно, какое давление в данном случае будет в районе впускного клапана. Это может быть атмосферное давление, это может быть атмосферное давление плюс один бар, это может быть плюс два бара. Но в любом случае пропускная способность впускных клапанов, впускного тракта, она ограничивается. И если на нее еще дополнительно она будет с какими-то приливами, ступеньками и прочими вот такими вот моментами, это будет ухудшать значительно наполнение цилиндра. Да, естественно, с надувом такой двигатель будет работать лучше, чем без надува. Это понятно. Но, насколько эффективнее он может работать с надувом и с нормальной конструкцией впускного тракта без всяких ступенек приливов, чем без. Разница там будет, поверьте, ощутим. В общем, на этом у меня все. Не забывайте подписываться на телеграм-канал Теория ДВС, мой инстаграм, а также группу в Контачке, где сохраняются стримы там, к сожалению, режиссерская версия разборок разных двигателей. У меня на этом все. Благодарю за внимание.